Участки открылись по всей Москве в 8 утра нормально, и пока картина происходящего формируется достаточно фрагментарно. Нет существенных массовых сообщений о фактах нарушений, есть единичные нарушения на отдельных участках, про которые пока нельзя говорить, что это какая-то система. В целом нормальная здоровая обстановка, явка невысокая. Москвичи вообще ленивые, это традиционно. Потом в течение целых 10 лет разыгрывалась как раз такая вот стратегия низкой явки. Чем меньше народа придет голосовать, тем меньше будет людей, которые могут самостоятельно высказываться на участках. Потому что, если, скажем, явка 30%, то из них почти половина – это солдаты, это люди, которые лежат в больницах, это те, кто сидят в предвариловке, еще не лишены избирательного права, но все равно находятся под контролем майора. Все они голосуют со 100% явкой и, соответственно, за кого надо. Это управляемые бюджетники, которых привели на участок под страхом, скажем, каких-то мифических наказаний, если они не проголосуют. Это пенсионеры, которым часто выдают пакеты социальной помощи и они на радость голосуют как надо. Так вот, к 12 было всего 7% явка. Это мало. Значит, после обеда москвич средний просыпается, почистит перышки и, если у него есть настроение, он идет голосовать. Я думаю, что явка где-то будет невысокая, около 40%, вряд ли больше, ну, где-то плюс-минус. Бюллетень обработан. Бюллетень имеет слишком большой перекус. Я проголосовал за Навального. А почему? Ну, прежде всего, я считаю, что Собянин может быть и неплохим мэром, но он слишком мало думает о том, что надо людям. Ему хочется, чтобы Москва была красивым, удобным городом. Хорошо. Как людям в этом красивом доме города? Непонятно. Не проголосовал за Алексея Навального, потому что, ну, просто этот человек не так давно на политической сцене. Я пока, ни мере, пока не увидел для себя каких-то незаметных сдвигов. Просто по работе нашего, ну, нынешнего исполнечного обязательства мэра, я могу сказать, что я замечаю какие-то вещи положительные. Я голосовал за Навального. А почему? Ну, мне хочется перемен. А вы думаете, что он может из Академии? Ну, если он сам очень сильно там что-то не изменит, ну, во всяком случае, что-то стряхнется, может быть. Может быть, какие-то шаги будут сделаны, молодая команда придет. Ну, потому что надо, мне кажется, нужны перемены.